Латгальская окружная прокуратура не констатировала факта мошенничества в действиях самоуправления Даугуплса и Даугуплского края при организации проведения закупочных процедур в период с 2010 по 2012 годы. В частности, речь идет о 14 европейских проектах, генподрядчиком которых по результатам конкурсов была объявлена фирма Гадеба. Позже выяснилось, что победитель оказался лжецом. Принимая участие в тендерах, Гадеба предоставляла поддельные справки об уплате налогов. В ходе следствия было установлено, что имя учредителя фирмы Евгения Васильева снабжал директор управления крупных налогоплательщиков службы госдоходов Валдес Лубганс. В результате этих противоправных действий к самоуправлениям была применена финансовая коррекция. То есть, городская и краевая думы недополучили около 2,5 млн латов европейского финансирования. Таким образом, самоуправления оказались заложникам преступного сговора государственного чиновника и бизнесмена. Хотя и сразу было, по-моему, понятно, что вины самоуправления в этом нет, но предыдущее руководство не умудрилось даже заявить самоуправление как пострадавшее лицо в этом процессе. Было ухудшено время. Очень долго пришлось доказывать, что мы не хотим никого покрывать, защищать. Ну, может быть, потому что, зная мои личные отношения с господином Васильевым и поддерживающими его политиками, мы поверили, что самоуправление не заинтересовано было в этих сделках. Надеемся, что нам помогут решить эту проблему. А проблема заключается в отмене финансовой коррекции и выплате удержанного надзирающими институциями финансирования. Самоуправление уже направило свои письма в Министерство финансов и в те проверяющие организации, которые применяли к нам претензии. И мы доказали, что мошенничества нет. Таким образом, не должны быть применены санкции к самоуправлению. И самоуправление в ближайшее время сделает все возможное, чтобы те средства, которые не доплачены самоуправлению, самоуправление получило. Разумеется, для решения этого вопроса потребуется время. Не исключено, что жирную точку в этой истории поставит суд, которому еще только предстоит оценить степень вины бизнесмена Евгения Васильева и уже бывшего работника службы госдоходов Валдеса Луганца.